Треть праздничных дней без воды. Жительница дома номер 46 по улице Щеголовская Засека. Наталья Серегина рассказывает, вода в квартирах пропала, как и по всему пролетарскому округу, вечером 5 января. Во всем городе аварию устранили уже 6-го, но в этот дом вода не пришла и на следующий день. Вина в том, не коммунальщиков, говорит Туляч. Кассети питающий дом принадлежат бывшему предприятию Тулалеса. Оно сейчас находится в стадии банкротства. За состояние водопровода, по сути, никто не отвечает. После отключения воды в пролетарском округе труба замерзла и лопнула. После звонков наших среагировала и администрация городская, и службы ответственные за это, даже МЧС приезжали. И устранили 8-го числа эту аварию. Даже в ночь с 7-го на 8-го люди работали там, но ничего не смогли сделать, только от 8-го смогли устранить. И большое спасибо. Крупная авария на водопроводе в поселке Молодежный заставила понервничать не только жителей пролетарского округа. А 5-го января без воды остались 624 многоквартирных дома, в которых проживают 20 тысяч человек, из них почти десятая часть дети. Ситуация находилась на контроле как городских, так и региональных властей. На еженедельном совещании у губернатора ликвидации аварийной ситуации отчитывается глава Тульской администрации. Серьезный порыв устранили в минимальные сроки. Установлены и причины коммунальной аварии. Водоводы в ходе земляных работ повредили рабочие и строительные компании, которые возводят жилой комплекс Молодежный. При этом работы проводились с грубыми нарушениями. Алексей Дюмина дает поручение областному прокурору взять вопрос на личный контроль и виновных наказать. Виновник должен быть наказан, виновник должен быть установлен. И нам необходимо разобраться в том, окончательно поставить точку на дыбь, почему и по каким причинам это произошло. Много возникает вопросов вообще, почему в новогодние праздники начали они эти мероприятия делать. Поэтому к этому делу подключилась наша прокуратура. Всего за новогодние праздники в регионе произошло около 30 аварий на коммунальных объектах. Но большинство незначительные, локального характера. Их оперативно устранили, продолжает министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко. Как ЧП на улице Белкина. В ночь перед Рождеством в многоквартирном доме прорвало канализацию. Нечистоты заполнили подъезд. Аварию коммунальщики ликвидировали за несколько часов. Первый этаж, конечно, у них тут намного было хуже, чем на третьем, на четвертом этаже. Все это в квартиру, все это запахи шли. А кто повыше, конечно, уже не так это чувствовали. Когда дозвонились в управляющую компанию, приехали и начали все это делать. Все это пробили. В целом сработали хорошо, отметила работа всех ответственных структур Алексей Дюмин. В праздничные дни в регионе ситуацию держали на контроле не только коммунальщики, но и правоохранительные органы, дорожники, медики. Неделя выдалась непростая, с сильными морозами. В результате без обморожения все же не обошлось. Было зафиксировано 23 случая. 19 человек пришлось госпитализировать. А вот на дорогах серьезных аварий и заторов не допустили. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Вадим Рыженков, Первый Тульский.